Визит Эрдогана напрямую связан с визитом Путина в Анкару, потому что как больше становится другом Путин для Эрдогана, так больше растет значение Анкары для Киева. Это взаимосвязано. Что касается Крыма, там живет огромное количество крымских татар. Пусть некоторые ораторы не скажут, что каких-то крымских татар, а огромное количество диаспоры крымских татар, которые влияют, огромное влияние на политическую и экономическую жизнь в Турции. Они требуют от Эрдогана решения своих проблем в Крыму. Поэтому, когда Эрдоган встречается с Порошенко, он всегда обсуждает проблемы крымских татар. Но хочу подчеркнуть одну деталь. Турция всегда за территориальную целостность любых государств, тем более соседских государств и Украины в том числе. И не может никаких разговоров быть о каких-то Донбассах, Лугансках и так далее. Давайте про Крым подробнее сейчас поговорим. Что там происходит? Вот смотрите. Это взаимосвязано с последним референдумом в так называемом Курдистане. Это вопрос политического торга. Я не знаю, о чем договорились Путин с Эрдоганом, но после этого Эрдоган едет и обсуждать Крым. Почему? Потому что я неоднократно здесь говорил, что одним из первых стран, который паромное сообщение начал, это Турция. Турция не связалась с международными санкциями против России. И Турция до сих пор держит хорошее отношение, но ждет от России, от Москвы ответных шагов. Так помидоры уже пустили. Помидоры нам не нужны. Нет, здрасте. Нам тоже не нужны. Вы нам рассказывали, что вам нужны помидоры. По поводу Карабаха. Турция очень тщательно относится к интересам Азербайджана и требует, чтобы Москва в конце концов отпустила Карабах. Нет. И в том числе и в курдском вопросе. Я правильно понимаю, что если сейчас Эрдоган взял на себя определенные посреднические функции в отношениях между Москвой и Киевом, то значит нам о чем-то неизвестно, но переговоры в Анкаре прошли крайне успешно, даже если помидоры вывести за скобки. Переговоры в Анкаре никакого отношения к помидорам не имеет. Это политический тот и о политических событиях. Я говорю, если мы оставим в покое помидоры, то значит переговоры в Анкаре прошли настолько успешно, и Москва с Анкарой договорились так, что Эрдоган взял на себя функции посредника даже в украинском вопросе. Я буду надеяться, что именно так и произойдет.